И сейчас мы вновь поговорим о нападении на школу в Бурятии. В пригороде Улан-Удэ подросток пришел в учебное заведение с топором, а затем поджег класс бутылкой с зажигательной смесью. Пострадали несколько учеников и учителей, всего 7 человек, сообщает Следственный комитет по республике Бурятия. Школа, где произошло нападение, расположена на территории бывшего военного городка Сосновый Бор. Из-за пожара оттуда эвакуировали 500 человек. Сам подросток пытался покончить жизнь самоубийством. Его отвезли в больницу в тяжелом состоянии. О ситуации нам подробнее рассказал Владимир Пашенюк, редактор газеты «Номер один». И далее его комментарий. Уже установлено, кто совершил нападение? Ну, официальная версия, что нападавший был один, и он уже задержан. То есть, следственные органы даже выложили видео задержание. Однако, по неофициальной информации, нападавших было больше. То есть, звучала версия, что их трое, потом прокуратура ее проверкла. Тем не менее, сейчас, по нашей информации, следователи ведут работу в отношении поиска других возможных соучастников. Да, если не ошибаюсь, даже правительство Бурятии говорило о том, что нападавший был не один, а журналисты даже называли их имена. Но действовал он в одиночку, утверждает прокуратура, верно? Да, прокуратура утверждает, что она действовала в одиночку, и позже Пресс-служба правительства согласилась с исключением прокуратуры. Тем не менее, по нашему мнению, точка в этом деле еще не поставлена. То есть, поиск возможных соучастников все продолжается. А что известно о числе пострадавших, и в каком состоянии они сейчас находятся? Ну, на данный момент пострадавших семеро, из них двое взрослых, остальные дети, в основном 12-13 лет. У большинства рубленные раны, но, в общем-то, состояние всех достаточно стабильное. Единственное, что одна девочка находится в приемном состоянии, у нее ампутация пальца травматическая и сильное повреждение лица. Но, насколько нам известно, на данный момент вроде бы врачи сражаются за ее жизнью и здоровьем. А расскажите, как развивались события, во сколько об этом стало известно, во сколько это все началось? Ну, началось это все утром, примерно в 10 утра начали появляться первые сообщения. Далее мы, журналисты, там оказались примерно в 11 часов, там уже все было сцеплено. И посторонних на территорию школы не пускали. Ну и далее, в общем-то, в течение дня продолжала приходить различная информация от различных источников противовеков, от правительства и так далее. Да, вот вы когда работали на месте происшествия, удалось ли пообщаться с кем-нибудь из очевидцев? Что они говорили? Ну, напрямую с очевидцами пообщаться не удалось. Потому что, видимо, люди были в шоке и просто решили попляться по дымам. Но, тем не менее, сейчас в соцсетях активно идет обсуждение, да, появляются различные комментарии учителей, которые там присутствовали, небольшие комментарии учеников, которые там были. Я думаю, в ближайшие дни они все-таки выйдут на связь и расскажут о том, как это было на самом деле. А вот была информация о том, что правоохранительные органы приехали на место происшествия не сразу. Так ли это? Да, нам еще до того, как мы оказались на месте, удалось по телефону пообщаться с одной родительницей, которая там была, и она сказала, что именно первыми на место происшествия были родители. И они оказали первую помощь, вывели учеников из здания школы. И только после того, как они позвонили в соответствующие органы, уже приехали туда силовики, МЧС, медики и так далее. Вот директор школы заявил о том, что в учебном учреждении нет кнопки, благодаря которой можно вызвать снаряд полиции. А вот он как-то говорил о том, возможно ли было предотвратить нападение? Ну, нападение можно было предотвратить, если бы в школе была действительно профессиональная охрана. Потому что там, насколько я знаю, никого кроме вахтерши не было. И, в общем-то, это не самая такая надежная безопасность в данном случае. Ну, вот следователи, кроме дела о покушении на убийство, возбудили еще и дело о халатности. А известно в отношении кого? Ну, пока точные фамилии не называются, но я думаю, в ближайшем времени нам уже станет известно, кто именно принесет ответственность за это. И что-то о мотивах нападавшего известно? Ну, известно. Информация из соцсетей, которая официально не подтверждена, говорит о том, что Наташи имел конфликты с учениками из параллельного класса. Также говорится, что он пытался покончить садовое время нападения. Но пока эта информация официально не подтверждена. Вот что сейчас происходит в Бурятии? Говорят ли о том, будут ли проверять другие школы на безопасность? Ну, пока таких заявлений не прозвучало. Конечно, сейчас власти говорят о том, что вводятся какие-то экстренные меры. Но о том, что нужно сделать для того, чтобы такие ситуации не повторялись в будущем, власти пока не сообщают. Возможно, они просто еще не успели выработать какую-то стратегию. Владимир, спасибо за ваш комментарий. На связи со студией был Владимир Пашенюк, редактор газеты «Номер один». Он рассказал о нападении на школу в Бурятии.